В бюджет региона на текущий год и плановый период внесены первые поправки. Изменения в главный финансовый документ округа были согласованы на внеочередной сессии собрания депутатов. В соответствии с поправками доходы окружной кубышки увеличатся почти на 6 миллионов рублей и составят порядка 14 миллиардов 250 миллионов. Вместе с тем на 59 миллионов увеличатся расходы бюджета. Они составят чуть более 16 миллиардов 320 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Ненецкого округа вырастет более чем на 53 миллиона рублей. Изменения в окружном бюджете обусловлены в первую очередь необходимостью приобретения административно-бытового корпуса у Наринмарстроя. На это потребуется чуть более 29,5 миллионов рублей. Благодаря этой сделке предприятие сможет погасить задолженность по зарплате перед работниками. Накануне внеочередной сессии депутаты окружного собрания побывали на объекте и осмотрели помещение корпуса. Но по идее батареи все целые. Вода была слита, то есть они не порваны. Там частичное восстановление где-то что-то требуется, но не так. По самому помещению, то есть оно сейчас промерзло, в нем уже больше будет восстановление. То есть по крыше, по панелям, по утеплению, по швам, по восстановлению. Да, двери сейчас все уведены. То есть они практически, если закрыты, то не откроются. Если открыты, то они уже не закрываются. Административно-бытовой корпус Наринмарстроя не отапливается с апреля прошлого года. На содержание трехэтажного здания у обанкротившегося предприятия нет средств. Имущество выставлено на продажу. Представитель управляющей компании Наринмарстрой убежден. Если до весны не запустить систему отопления, ремонт здания потребует гораздо больших вложений. Еще одну зиму это здание не переживает? Оно весну не переживает. А, то есть даже весну не переживает? Ну, оно потечет. Потому что дожди... Нет, дожди когда... Нет, крыша не плоская, это крыша. Но швы, то есть они требуют восстановления. То есть стены, когда идет дождь с той стороны, ветер, то полностью стены промокают. То есть по окном узалу вы видели там. А берег устойчивых нет? Берег за два года никуда не ушел. Не ушел, да? То есть забор как стоял, так и стоит. Депутаты окружного собрания по-хозяйски прицениваются, во сколько окружному бюджету обойдется ремонт здания в случае его приобретения в собственность округа. Точная стоимость всех затрат будет известна только после проведения соответствующей оценки. По предварительным подсчетам на ремонт потребуется порядка 50 миллионов рублей. Это минус, но есть и плюсы. Например, возможность разместить здесь окружные учреждения, которые на сегодняшний день вынуждены арендовать чужие помещения. У нас есть малый бизнес. Ему тоже мы обязаны каждый год имущественную поддержку предоставлять. И у нас то семь объектов код мы должны включить, то пять, то еще сколько. То есть это ведь тоже варианты. У нас двое арендует. Это Нинская коммунальная компания и ФРЦ. ФРЦ с гражданами как таковой не работает. Вот это единая бухгалтерия, они обслуживают. То есть в принципе для граждан здесь не будет неудобства далеко ходить. Нинская коммунальная компания то же самое. Все платежи, в принципе, сейчас тоже единая вот эта касса есть, центр. И тоже наша наболевшая ГБУ, что называется, кадастровая оценка. Если создавать, даже 10 человек куда-то надо посадить. Вопрос о согласовании приобретения за счет средств окружного бюджета здания, обанкротившегося на Ренмар-строя, был вынесен на внеочередную сессию собрания депутатов. Парламентарии единогласно поддержали решение администрации округа о покупке рассматриваемого объекта недвижимости. Честно говоря, двоякое такое впечатление. Во-первых, действительно там хорошее помещение, хорошие кабинеты, комнаты. Но с другой стороны, мы понимаем, что это здание потребует еще дополнительных финансовых средств на проведение соответствующего ремонта и приведение этого здания в рабочее состояние. Внесение изменений в региональную казну также обусловлено включением ассигнований с федерального бюджета по департаменту строительства на поддержку программ формирования комфортной городской среды в сумме 5,9 миллионов рублей. А также необходимость увеличения по департаменту строительства до 100% обеспеченности по отдельным регулируемым тарифам на 29,5 миллиона рублей на субсидии по частичной компенсации недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом. Кроме того, в новой редакции закона о бюджете снижен верхний предел государственного долга от 7,3 миллиардов до 5,8 миллиардов рублей на 1 января 2019 года. Это стало возможным в результате сокращения долговой нагрузки на бюджет, который удалось добиться в конце прошлого и начале нынешнего года. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.